Милосердный Господи, Ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день в движении солнца и луны, доколе народ израильский мстил врагам своим молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвой пророка твоего Даниила заграждал уста львов во рву, и ныне задержи и заметли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих мя, и на врагов моих, не ты ли, вещал апостолу Павлу, говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силой своих молитв, сдерживающие нашествия и наплеменников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий ели египетский, никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения и всякого зла и страхования, и ты, преподобный отче поплий сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона, державший неподвижным и немогущими тени днем, ни ночью, ныне окрест ели моей и дома моего, сего удержи за оградую его вся сопротивные силы и всех улящих имя Божие и презирающих мя, и ты, преподобная девственница Пиама, некогда силой молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей, Господи, Судья Вселенной, ты, которому неугодна всякая неправда, когда прийдет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их, и ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, все святи земли расистей, развейте силу молитв своих обо мне, все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни, посадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая, всех оттеней врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычица, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих в пакостное творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский устил врагам своим молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвой пророка твоего, Даниила, заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и замедли до благовременья все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих, не ты ли, вещал апостолу Павлу, говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел Твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к Вам, праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих молитв, сдерживающие нашествие, на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий, ели египетский, никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв Твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный отче поплий сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона державший неподвижным и немогущим идти ни днем, ни ночью, ныне окрест теле моей и дома моего, всего удержи за оградою его вся сопротивная силы и всех улящих имя Божие и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силой молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей, Господи, Судья Вселенной, ты, которому неугодна всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их, и ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждающих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отживни все козни дьявольские от меня, и вы, все святи земли расистей, развейте силой молитв своих, обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни, досадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая всех оттеней врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих побудить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычица, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих в пакостное творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский мстил врагам своим молитвой Елисеев, пророка некогда поразил Сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвою пророка твоего Даниила, заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и замедли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих, не ты ли, вещал апостолу Павлу, говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противопорствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел Твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к Вам, праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силой своих, молитв, сдерживающие нашествие, и на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий, ели египетский, никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господнем и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв Твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный отче, поплий сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона державший, неподвижным и немогущим тени днем, ни ночью, ныне окрест теле моей и дома моего, всего удержи, запоградую его, вся сопротивная силы и всех улящих имя Божие и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, никогда силой молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей, Господи, Судья Вселенной, ты, которому неугодна всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их, и ты, блаженный, Лабрентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, все связи земли расистей, развейте силу молитв своих обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни, досадите мне и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая всех оттеней врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня и замышляющих пакостное творите мне воистину некой ей преградой и нерушимой стеной, ограждающей меня от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея Иисуса Новина задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский усил врагам своим молитвой Елисея, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророку Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвы пророка твоего Даниила заграждал уста львов во рву, и ныне задержи и заметли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих, не ты ли вещал апостолу Павлу, говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел Твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели некогда силою своих молитв, сдерживающие нашествия и наплеменников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий ели египетский, никогда градивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним, и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный отче поплий сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней демона державший неподвижным и немогущим лети ни днем, ни ночью, ныне окрест теле моей и дома моего, сего удержи за обрадую его вся сопротивные силы и всех улящих имя Божие и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пьяма, некогда силой молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанно не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей, Господи, судья вселенной, ты, которому неугодна всякая неправда, когда придет тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их и ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя и отжени все козни дьявольские от мя и вы все связи землей расистей, развейте силу молитв своих обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и поздние, досадите мне и погубите мя и достояния мое и ты, великий и грозный страже архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая всех оттеней врага рода человеческого и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем и всего достояния его, и ты, владычица, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня и замышляющих пакостное творите мне воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты, некогда устами служителя Моисея, Иисуса новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский мстил врагам своим молитвой Елисеев. Пророка некогда поразил Сириан, задерживая их и вновь исцелил их. Ты, некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты, некогда устами пророка Изекииля затворил грездный, останавливал по реке, задерживал воды, и ты, некогда постом и молитвой пророка твоего Даниила заграждал уста львов во рву, и ныне задержи и заметли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста из сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих не ты не ты вещал апостолу Павлу говори и не умолкай ибо я с тобою и никто не сделает тебе зла смягчи сердце всех противоборствующих благу и достоинству церкви христовой поэтому разрушившие злые замыслы людей заграждавшие уста львов ныне обращаюсь я с молитвой моей с моим прошением и ты преподобный великий ели египетский некогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего повелел ему вооружиться именем господним и не бояться отныне демонских искушений огради дом мой в коем я живу в круге молитв твоих и сохрани его от огненного запаления воровского нападения и всякого зла и страхования и ты преподобный отче попли сирийский никуда своей непрестанной молитвой десять дней демона державший неподвижным и немогущими ни днем ни ночью ныне окрест теле моей и дома моего всего удержи за обрадую его вся сопротивные силы и всех улящих имя божие и презирающих мя и ты преподобная девственница пиама некогда силой молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни где желанно не приостанови все замыслы врагов моих хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя не допускай им приближаться к дому сему останови их силу молитвы своей господи судья вселенной ты которому неугодна всякая неправда когда когда прийдет тебе молитва сия пусть святая сила остановит их на том месте где постигнет их и ты блаженный лавренти калужский моли бога о мне как имеющий дерзновение пред господом предстательствовать постраждующих от козни дьявольских моли бога о мне да оградит он мя от козни сатанинских и ты преподобный василий печерский соверши свои молитвы запрещения над нападающими на мя и отжени все козни дьявольские от меня и вы все связи земли расистей развейте силы молитв своих обо мне все бесовские чары все дьявольские замыслы и козни досадите мне и погубите мя и достояние мое и ты великий и грозный страже архистратиже Михаиле огненным мечом посекая все хотения врага рода человеческого и всех приспешников его хотящих побубить мя твой нерушима на страже дома сего всех живущих в нем и всего достояния его и ты владычице ненапрасно именуемая нерушимой стеной буди для всех враждующих против меня и замышляющих пакостно творите мне воистину некой преградой и нерушимой стеной ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний милосердный господи ты некогда устами служителя моисея иисуса новина задерживал целый день движения солнца и луны доколе народ израильский мстил врагам своим молитвой елисеев пророка некогда поразил сириан задерживая их и вновь исцелил их ты некогда вещал пророк иисайи вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень которую прошла по ступеням охазовым и возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням по которым оно сходило ты некогда устами пророка изекииля затворил бездны останавливал реки задерживал воды и ты некогда постом и молитвы пророка твоего Данила заграждал уста львов порву и ныне задержи и заметли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя о моем перемещении увольнении смещении изгнании так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя загради уста и сердца всех клевещущих злобствующих и рыкающих на мя и всех хулищих и унижающих мя так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих нами и на врагов моих не ты не ты вещал апостолу павлу говори не умолкай ибо я с тобою и никто не сделает тебе зла смягчи сердце всех противоборствующих благу и достоинству церкви христовой поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам праведницы и молитвеницы божии наши дерзновенные предстатели некогда силой своих молитв сдерживающие нашествия и напременников подход ненавидящих разрушившие злые замыслы людей заграждавшие уста львов ныне обращаюсь я с молитвой моей с моим прошением и ты преподобный великий ели египетский никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего повелел ему вооружиться именем господним и не бояться отныне демонских искушений огради дом мой в коем я живу в круге молитв твоих и сохрани его от огненного запаления воровского нападения и всякого зла и страхования и ты преподобный отче попли сирийский никогда своей непрестанной молитвой десять дней демона державший неподвижным и немогущим тени днем не ночью ныне ныне окрест теле моей и дому моего сего удержи за обрадую его вся сопротивные силы и всех улящих имя божье и презирающих мя и ты преподобная девственница пиама некогда силой молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни где желан ныне приостанови все замыслы врагов моих хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя не допускай им приближаться к дому сему останови их силой молитвы своей Господи судья вселенной ты которому неугодно всякая неправда когда придет тебе молитва сия пусть святая сила остановит их на том месте где постигнет их и ты блаженный лаврентий калужский моли бога о мне как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждающих отхозней дьявольских моли бога о мне да оградит он мя отхозней сатанинских и ты преподобный Василий Печерский соверши свои молитвы запрещения над нападающими на мя и отжене все козни дьявольские отмене и вы все связи земли расистей развейте силу молитв своих обо мне все бесовские чары все дьявольские замыслы и козни досадите мне и погубите мя и достояния мое и ты великий и грозный страже архистратиже Михаиле огненным мечом посекая всех оттеней врага рода человеческого и всех приспешников его хотящих погубить мя той нерушима на страже дома сего всех живущих в нем и всего достояния его и ты владычице ненапрасно именуемая нерушимой стеной буди для всех враждующих против меня и замышляющих пакостное творите мне воистину никой преградой и нерушимой стеной ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний милосердный господи ты некогда устами служителя моисея иисуса новина задерживал целый день движения солнца и луны доколе народ израильский усил врагам своим молитвой елисеев пророка некогда поразил сириан задерживая их и вновь исцелил их ты некогда вещал пророк иисайи вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень которую прошла по ступеням охазовым и возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням по которым оно сходило ты некогда устами пророка изекииля затворил грездный останавливал реки задерживал воды и ты никогда постом и молитвы пророка твоего Даниила заграждал уста львов во рву и ныне задержи и заметли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя о моем перемещении увольнении смещении изгнании так и ныне разрушить разрушить смех смехи смехи сердце всех противоборствующих благу и достоинству церкви христовой поэтому до неумолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих и до исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам праведницы молитвенницы божии наши дерзновенные предстатели некогда силой своих молитв сдерживающей нашествий на племенников подход ненавидящих разрушившие злые замыслы людей заграждавшие уста львов ныне обращаюсь я с молитвой моей с моим прошением и ты преподобный великий ели египетский никогда оградивший в круге крестным знамением места поселения ученика своего повелел ему вооружиться именем господним и не бояться отныне демонских искушений огради дом мой в коем я живу в круге молитв твоих и сохрани его от огненного запаления воровского нападения и всякого зла и страхования и ты преподобный отчий попли сирийский некогда своей непрестанной молитвой десять дней демона державший неподвижным и немогущим идти ни днем ни ночью ныне окрест теле моей и дома моего всего удержи за ограду его вся сопротивная силы и всех улящих имя божие и презирающих и ты преподобная девственница пиама некогда силой молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни где желанно не приостанови все замыслы врагов моих хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя не допускай им приближаться к дому сему останови их силу молитвы своей господи судья вселенной ты которому неугодна всякая неправда когда придет тебе молитва сия пусть святая сила остановит их на том месте где постигнет их и ты блаженный Лавренти Калужский моли Бога мне как имеющий дерзновение пред господом предстательствовать остраждающих от козней дьявольских моли Бога о мне да оградит он мя от козней сатанинских и ты преподобный Василий Печерский соверши свои молитвы запрещения над нападающими на мя и отжени все козни дьявольские от меня и вы все связи земли расистей развейте силу молитв своих обо мне все бесовские чары все дьявольские замыслы и поздний досадите мне и погубите мя и достояния мя и ты великий и грозный страже архистратиже Михаиле огненным мечом посекая всех оттеней врага рода человеческого и всех приспешников его хотящих погубить мя и нерушима на страже дома сего всех живущих в нем и всего достояния его и ты владычице ненапрасно именуемая нерушимой стеной будет для всех враждующих против меня и замышляющих пакостное творите мне воистину некой преградой и нерушимой стеной ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний милосердный господи ты некогда устами служителя моисея иисуса новина задерживал целый день движения солнца и луны доколе народ израильский мстил врагам своим молитвой Елисеев пророка некогда поразил сириан задерживая их и вновь исцелил их ты некогда вещал пророк иисайи вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень которую прошла по ступеням охазовым и возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням по которым оно сходило ты некогда устами пророка изекииля затворил грязные останавливал реки задерживал воды и ты некогда постом и молитвой пророка твоего Даниила заграждал уста львов во рву и ныне задержи и заметли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя о моем перемещении увольнений смещении изгнаний так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя загради уста и сердца всех клевещущих злобствующих и рыкающих на мя и всех хулищих и унижающих мя так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя и на врагов моих не ты ли вещал апостолу Павлу говори не умолкай ибо я с тобою и никто не сделает тебе зла смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству церкви христовой поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам праведницы молитвенницы божии наши дерзновенные предстатели некогда силою своих молитв сдерживающие нашествия на племенников подход ненавидящих разрушившие злые замыслы людей заграждавшие уст львов ныне обращаюсь я с молитвой моей с моим прошением и ты преподобный великий ели египетский некогда оградивших круги крестным знамением место поселения ученика своего повелел ему вооружиться именем господним и не бояться отныне демонских искушений ненавидящих и дома моего, сего удержи за оградою его вся сопротивная силы и всех хулящих имя Божие и презирающих мя. И ты, преподобная девственница Пиама, некогда силой молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей. Господи, Судья Вселенной, ты, которому неугодна всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их. И ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать, от страждающих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит Он мя от козней сатанинских. И ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня. И вы, всесвяти земли расистей, развейте силы и молитвы их обо мне, все бесовские чары, все дьявольские замыслы и поздние. Досадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая всех оттеней врага рода человеческого и всех приспешников его, хотящих погубить мя. Твой нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его. И ты, Владычица, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня и замышляющих пакостное творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день в движении солнца и луны, доколе народ израильский мстил врагам своим молитвой Елисеев. Пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророку Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил бездны, останавливал реки, задерживал воды. И ты некогда постом и молитвой пророка твоего Даниила заграждал уста львов во рву. И ныне задержи и заметли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании. Так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя. Так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих намя и на врагов моих. Не ты ли, вещал апостолу Павлу, говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла. Смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой. Поэтому до него молкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел Твоих, и да исполнится все благое начинание нашей и желание к Вам. Праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силой своих молитв, сдерживающие нашествие и на племенников, подход ненавидящих, раздражающих злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением. И ты, преподобный Великий Ели Египетский, никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу. В круге молитв Твоих и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения и всякого зла и страхования. И ты, преподобный Отче Поплий Сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней демона, державший неподвижным и немогущим тени днем, ни ночью, ныне окрест теле моей и дома моего, всего удержи за обрадую его вся сопротивные силы и всех улящих имя Божие и презирающих имя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силой молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя. Не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей. Господи, Судья Вселенной, ты, которому неугодна всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их. И ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских. И ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, всесвяти земли расистей, развейте силу молитв своих обо мне всебесовские чары, все дьявольские замыслы и поздние, досадите мне и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий и грозный страже Архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая всех оттеней врага рода человеческого и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем и всего достояния его, и ты, Владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня и замышляющих пакостное, творите мне воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающей меня от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский устил врагам своим молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Изекиля затворил грездный, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвой пророка твоего Даниила заграждал уста льву по рву, и ныне задержи, и замедли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя и на врагов моих. Не ты ли, вещал апостолу Павлу, говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла? Смельчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой. Поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел Твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам. Праведницы, молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силой своих молитв, сдерживающие нашествия и наплеменников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный Великий Ели Египетский, никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним и не бояться отныне демонских искушений. Огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв Твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения и всякого зла и страхования. И ты, преподобный Отче Поплий Сирийский, некогда своей непрестанной молитвой десять дней демона, державший неподвижным и немогущими тени днем, ни ночью, ныне окрест в теле моей и дому моего, сего удержи за поградую его вся сопротивные силы и всех улящих имя Божие и презирающих мя. И ты, преподобная девственница Пиама, некогда силой молитвы, остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанно не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей. Господи, Судья Вселенной, ты которому неугодна всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их. И ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать постраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских. И ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, всесвяти земли расистей, развейте силы у молитв своих обо мне, все бесовские чары, все дьявольские замыслы и поздние, досадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая все хотения врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его. И ты, Владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих пакостно творите мне, воистину некой ей преградой и нерушимой стеной, ограждающей мя от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея Иисуса Новина задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский мстил врагам своим молитвой Елисеев. Пророка некогда поразил Сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Изекиля затворил бездны, Останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвой пророка твоего Даниила заграждал уста львов по рву. И ныне задержи и заметли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя. О моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя. Загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя. Так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих нам и на врагов моих, не ты ли увещал апостолу Павлу? Говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла. Смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой. Поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел Твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам. Праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные Предстатели, некогда силою своих молитв, сдерживающие нашествие и на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов. Ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением. И ты, преподобный Великий Ели Египетский, некогда градивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним, и не бояться отныне демонских искушений. Огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв Твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла и страхования. И ты, преподобный Отче Поплий Сирийский, некогда своей непрестанной молитвой десять дней демона, державший неподвижным и немогущими тени днем, ни ночью, ныне окрест теле моей и дома моего, сего удержи за обраду его вся сопротивная силы и всех хулящих имя Божие и презирающих мя, и ты, преподобная девственница Пиама, некогда силой молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей. Господи, Судья Вселенной, Ты, Которому не угодна всякая неправда, когда придет к Тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их. И Ты, Блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козни дьявольских. Моли Бога о мне, да оградит Он мя от козни сатанинских. И Ты, Преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские отмени. И Вы, всесвяти земли расистей, развейте силы и молитвы обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и поздние. Посадите мне и погубите мя и достояния мое, и Ты, великий и грозный страже архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая всех оттеней врага рода человеческого и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем и всего достояния его. И Ты, Владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня и замышляющих в пакостное творите мне воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, Ты некогда устами служителя Моисея Иисуса Новина задерживал целый день в движении солнца и луны, да коли народ израильский мстил врагам своим молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророк Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило, да некогда устами пророка Иезекииля затворил грездный, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвой пророка твоего Даниила заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и заметли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих мя, и на врагов моих не ты ли, вещал апостолу Павлу, говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому до него молкнут уста мои для обречения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел Твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к Вам, праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силой своих молитв, сдерживающие нашествия и на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий ели египетский, никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним и не бояться от ныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв Твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения и всякого зла и страхования, и ты, преподобный отче поплий сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней демона, державший неподвижным и немогущим идти ни днем, ни ночью, ныне окрест теле моей и дому моего, сего удержи, запоградую его вся сопротивная силы и всех улящих имя Божие и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силой молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанно не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей. Господи, Судья Вселенной, ты которому неугодна всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их. И ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских. И ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня. И вы, всесвяти земли расистей, развейте силу молитв своих обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни. Досадите мне, и погубите мя, и достояние мое, и ты, великий и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая все хотения врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, стой нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его. И ты, Владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих пакостное творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, да коли народ израильский мстил врагам своим, молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Да некогда вещал пророку Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Махазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Да некогда устами пророка Иезекииля затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвы пророка твоего Даниила заграждал уста львов по рву, и ныне задержи, и заметли до благовременья все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании. Так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя и на врагов моих. Не ты ли, увещал апостолу Павлу, говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла. Смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой. Поэтому Дани умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел Твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание К вам, праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих, молитв, сдерживающие нашествия и на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий ели египетский, никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним и не бояться отныне демонских искушений. Огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв Твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения и всякого зла и страхования. И ты, преподобный Отче Поплий Сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней демона, державший неподвижным и немогущими тени днем, ни ночью, ныне окрест вели моей и дому моего, сего удержи за оградою его вся сопротивные силы и всех улящих имя Божие и презирающих мя. И ты, преподобная девственница Пиама, некогда силою молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя. Не допускай им приближаться к дому сему, останови их силу и молитвы своей. Господи, Судья Вселенной, ты, которому неугодна всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их. И ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских. И ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, все связи земли расистей, развейте силу и молитв своих обо мне, все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни. Досадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая всех оттеней врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его. И ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих пакостное творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, да коли народ израильский мстил врагам своим, молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Да некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Махазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвой пророка твоего Даниила заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и заметли до благовременья все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих. Не ты ли, увещал апостолу Павлу, говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла. Смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой. Поэтому да не умолкнут уста мои, для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел Твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к Вам, праведнице и молитвеннице Божией, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих молитв, сдерживающие нашествия и наплеменников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов. Ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением. И ты, преподобный Великий Ели Египетский, никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв Твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения и всякого зла и страхования. И ты, преподобный Отче Поплий Сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней демона державший, неподвижным и немогущим идти ни днем, ни ночью, ныне окрест Тели моей и Дома моего, сего удержи за поградою его вся сопротивные силы и всех улящих имя Божие и презирающих мя. И ты, преподобная девственница Пиама, некогда силою молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к Дому Сему, останови их силой молитвы Своей. Господи, Судья Вселенной, Ты, Которому неугодна всякая неправда, когда придет к Тебе молитва сия, пусть Святая Сила остановит их на том месте, где постигнет их. И ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, да оградит он мя, от козни сатанинских. И ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и от жени все козни дьявольские от меня, и вы, всесвяти земли расистей, развейте силы молитв своих обо мне всебесовские чары и от меня. И ты, все дьявольские замыслы и поздний, досадите мне, и погубите мя, и достояния мое. И ты, великий и грозный страже Архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая все хотения врага рода человеческого и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем и всего достояния его. И ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня и замышляющих в пакостное творите мне воистину некой ей преградой и нерушимой стеной, ограждающей меня от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день в движении солнца и луны, доколе народ израильский устил врагам своим молитвой Елисеев. Пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды. И ты некогда постом и молитвою пророка твоего Даниила заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и замедли до благовременья все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих. Не ты ли вещал апостолу Павлу? Говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла. Смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому до него молкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел Твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы и молитвенницы Божией, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих молитв сдерживающих нашествий на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов. Ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением. И ты, преподобный великий ели египетский, некогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним, и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв Твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения и всякого зла и страхования. И ты, преподобный отче поплий сирийский, некогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона державший, неподвижным и немогущим идти ни днем, ни ночью, ныне окрест ели моей и дома моего, сего удержись за оградую его вся сопротивные силы и всех улящих имя Божие и презирающих мя. И ты, преподобная девственница пиама, некогда силой молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей. Господи, Судья Вселенной, ты которому неугодна всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их. И ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских. И ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские отмени. И вы, всесвяти земли расистей, развейте силы молитв своих обо мне, все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни. Посадите мне, и погубите мя, и достояния мя, и ты, великий и грозный страже Архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая всех оттеней врага рода человеческого и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем и всего достояния его. И ты, владычице, ненапрасно именуемое нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня и замышляющих в пакостное творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея Иисуса Новина задерживал целый день в движении солнца и луны, доколе народ израильский устил врагам своим, молитвой Елисеев. Пророка некогда поразил Сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Да некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Да некогда устами пророка Иезекииля, затворил грездны, останавливал реки, задерживал воды. И ты некогда постом и молитвою пророка твоего Даниила заграждал уста львов во рву. И ныне задержи, и замедли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании. Так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хвылищих и унижающих мя. Так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих нами, и на врагов моих. Не ты ли увещал апостолу Павлу? Говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла. Смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой. Поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел Твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к Вам. Праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих молитв, сдерживающие нашествий на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением. И ты, преподобный Великий Ели Египетский, некогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним и не бояться от ныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв Твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения и всякого зла и страхования. И ты, преподобный Отче Поплий Сирийский, некогда своей непрестанной молитвой десять дней демона, державший неподвижным и немогущим идти ни днем, ни ночью, ныне окрест Тели моей и Дома моего, сего удержи за обрадую его вся сопротивные силы и всех хулящих имя Божие и презирающих мя. И ты, преподобная девственница Пиама, некогда силой молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей. Господи, Судья Вселенной, ты которому неугодна всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их. И ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских. И ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, всесвяти земли расистей, развейте силы молитв своих обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни, досадите мне, и погубите мя, и достояние мя, и ты, великий и грозный страже Архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая все хотенья врага рода человеческого и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем и всего достояния его. И ты, Владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня и замышляющих пакостно творите мне воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея Иисуса Новина задерживал целый день в движении солнца и луны, да коли народ израильский мстил врагам своим молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвой пророка твоего Даниила заграждал уста львов во рву. И ныне задержи и заметли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании. Так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих намя и на врагов моих. Не ты ли увещал апостолу Павлу? Говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла. Смягчи сердце всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой. Поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел Твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные Предстатели, некогда силой своих молитв, сдерживающие нашествие и наплеменников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов. Ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением. И ты, преподобный Великий Ели Египетский, никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним и не бояться отныне демонских искушений. Огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв Твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения и всякого зла и страхования. И ты, преподобный Отче Поплий Сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней демона, державший неподвижным и немогущими тени днем, ни ночью. Ныне окрест Тели моей и Дома моего, сего удержи за поградою его вся сопротивные силы и всех улящих имя Божие и презирающих мя. И ты, преподобная девственница Пиама, некогда силой молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей. Господи, Судья Вселенной, Ты, Которому не угодна всякая неправда, когда придет к Тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их. И ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать постраждующих от козни дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козни сатанинских. И ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, всесвяти земли расистей, развейте силы молитв своих обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни. Досадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая всех оттеней врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, Владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня и замышляющих пакостное творите мне воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский мстил врагам своим молитвой Елисеев. Пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил бездны, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвой пророка твоего Даниила заграждал уста львов порву, и ныне задержи и заметли до благовременья все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хвалищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя и на врагов моих. Не ты ли увещал апостолу Павлу? Говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла. Смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому до него молкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнится все благое начинание нашей и желание к вам, праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих молитв, сдерживающие нашествия и наплеменников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением. И ты, преподобный Великий Ели Египетский, некогда градивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения и всякого зла и страхования. И ты, преподобный Отче Поплий Сирийский, некогда своей непрестанной молитвой десять дней демона, державший неподвижным и немогущими тени днем и ночью, ныне окрест Ели Моей и Дома Моего, всего удержи за обрадую его вся сопротивная силы и всех улящих имя Божие и презирающих мя, и ты, преподобная девственница Пиама, некогда силой молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей. Господи, Судья Вселенной, ты которому неугодна всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их, и ты, блаженный Лабрентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от мени, и вы, всесвяти земли расистей, развейте силы молитв своих обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и поздние, досадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая все хотения врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих в пакостное творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский, мстил врагам своим, молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил бездны, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвой пророка твоего Даниила заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и заметли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих, не ты ли, увещал апостолу Павлу, говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои, для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих молитв, сдерживающие нашествия на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий ели египетский, некогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения и всякого зла и страхования. И ты, преподобный отче поплий сирийский, некогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона державший неподвижным и немогущим идти ни днем, ни ночью, ныне окрест теле моей и дома моего, всего удержи за обрадую его вся сопротивные силы и всех улящих имя Божие и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силой молитвы остановившая движение, шедших погубить жителей той деревни, где желанно не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силы молитвы своей, господи, судья вселенной, ты, которому не угодно всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их, и ты, блаженный лаврентий калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать постраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, все связи земли расистей, во мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни, досадите мне, и погубите мя, и достояния мя, и ты, великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая, всех оттеней врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих пакостно творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. милосердный милосердный господи, ты некогда устами служителя Моисея Иисуса Новина задерживал целый день в движении солнца и луны, доколе народ израильский мстил врагам своим, молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их, да некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням охазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило, да некогда устами пророка Иезекииля, затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвы пророка твоего Даниила, заграждал уста львов по рву, все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза за всех восстающих на мя, и на врагов моих, не ты ли, увещал апостолу Павлу, говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинство церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих, молитв, сдерживающие нашествие на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий ели египетский, некогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господнем, и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный отче, поплий сирийский, некогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона, державший, неподвижным, и немогущим идти, ни днем, ни ночью, ныне окрест теле моей, и дома моего, сего удержи, за оградою его, вся сопротивная силы, и всех улящих имя Божие, и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силой молитвы, остановившая движение, шедших погубить, жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, их, хотящих изгнать имя из града сего, и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силу молитвы своей. Господи, судья вселенной, ты, которому не угодно всякая неправда, когда придет тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их, и ты, блаженный, Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждающих от козни дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козни сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, все связи земли расистей, развейте силы молитв своих обо мне, все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни, досадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая, все хотения врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих пакостно творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающей меня от всякого зла и тяжких обстояний. милосердный милосердный господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский, мстил врагам своим молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням охазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил грездные, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвой пророка, твоего Даниила, заграждал уста льву во рву, и ныне задержи, и замедли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хвылищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих нами, и на врагов моих, не ты ли, увещал апостолу Павлу, говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, по этому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы, молитвеницы, Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих, молитв, сдерживающие нашествие на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий, ели египетский, никогда градивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный отче, поплий сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона, державший неподвижным и немогущим тени, днем, ни ночью, ныне окрест теле моей и дома моего, сего удержи, запоградую его вся сопротивная силы, и всех улящих имя Божие, и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силой молитвы, остановившая движение на том месте, шедших погубить жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать им из града сего, и погубить им, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей, Господи, судья вселенной, ты, которому не угодно всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их, и ты, блаженный Лабрентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, все связи земли расистей, развейте силу молитв своих, обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни, досадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая все хотения врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих в пакостное, творите мне, воистину некой преградой, и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла, и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты, некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский, устил врагам своим, молитвой Елисеев. Пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты, некогда вещал пророку Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням охазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты, некогда устами пророка Иезекииля затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды, и ты, некогда постом и молитвы пророка твоего Даниила, заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и замедли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих, не тыли, вещал апостолу Павлу, говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердце всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы, молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих молитв, сдерживающие нашествия на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий ели египетский, некогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный отчий поплий сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона, державший, неподвижным, и немогущими теней, днем, не ночью, ныне окрест теле моей, и дома моего, сего удержи, за обрадую его, вся сопротивная силы, и всех улящих имя Божие, и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силой молитвы, остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанно не приостанови все замыслы Лавренти Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя, от козней сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и вы, всесвяти земли в силу молитв своих, обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни, досадите мне, и погубите мя, и достояние мя, и ты, великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая, всех оттеней врага, рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих пакостно творите мне, воистину некой преградой, и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский, мстил врагам своим, молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвой пророка твоего Даниила, заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и замедли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моём перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста из сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хвылищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих, не ты ли, увещал апостолу Павлу, говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству церкви церкви церковь ненавидящих, разрушившие злые замыслы в круге молитв и у него вся сопротивная силы и всех хвылищих имя Божие и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силою молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силу молитвы на том месте, где постигнет их и ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими от меня, и вы, всесвяти земли расистей, развейте силу молитв своих, обо мне всебесовские чары, вседьявольские замыслы и поздние, досадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая, все хотения врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих побудить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемое нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих в пакостное творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты, некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день в движении солнца и луны, доколе народ израильский, мстил врагам своим молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их, да некогда вещал пророк Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням охазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило, да некогда устами пророка Иезекииля, затворил бездны, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом, и молитвы пророка, твоего Даниила, заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и замедли до благовремени все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих мя, и на врагов моих, не ты ли, вещал апостолу Павлу, говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы, молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих молитв, сдерживающие нашествие на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий, ели египетский, никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним, и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный отче, поплий сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона, державший неподвижным и немогущим тени, днем, ни ночью, ныне окрест теле моей, и дома моего, сего удержи, запоградую его, вся сопротивная силы, и всех хулящих имя Божие, и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силою молитвы, остановившая движение шедших погубить, жители той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей. Господи, судья вселенной, ты, которому неугодна всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их. И ты, блаженный, Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских. И ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжене все козни дьявольские от меня, и вы, все связи земли расистей, развейте силу молитв своих, обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни, досадите мне, и погубите меня, и достояния мое, и ты, великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая, все хотения врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих в пакостное творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский, мстил врагам своим, молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил бездны, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвы пророка твоего, Даниила, заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и замедли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих, не ты ли, увещал апостолу Павлу, говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому до него молкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы, молитвеницы, Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих, молитв, сдерживающие нашествие на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уст львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий ели египетский, никогда градивший в круге крестным знамением поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господнем, и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный отче, поплий сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона, державший неподвижным, и немогущим идти, ни днем, ни ночью, ныне окрест теле моей, и дома моего, всего удержи, за ограду его, вся сопротивная силы, и всех хулящих, имя Божие, и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пьяма, некогда силой молитвы, остановившая движение, шедших погубить, жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего, и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей, Господи, судья вселенной, ты, которому неугодна всякая неправда, когда придет тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их, на том месте, где постигнет их, и ты, блаженный Лабрентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козни дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козни сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, все связи земли расистей, развейте силу молитв своих, обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни, посадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий, и грозный, страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая, всех оттеней врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих пакостное творите мне, воистину некой ей преградой, и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла, и тяжких обстояний. милосердный милосердный господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский, мстил врагам своим, молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их, ты некогда обещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило, ты некогда устами пророка Иезекииля, затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом, и молитвой пророка твоего Даниила, заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и замедли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения, и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих, не ты ли, увещал апостолу Павлу, говори, и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердце всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих молитв, сдерживающие нашествие на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий ели египетский, никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господнем, и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный отче попли сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона, державший, неподвижным, и немогущим идти, ни днем, ни ночью, ныне окрест теле моей, и дома моего, сего удержись, за обрадую его, вся сопротивные силы, и всех улящих имя Божие, и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силой молитвы, остановившая движение, шедших погубить, жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего, и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силы молитвы своей, Господи, судья вселенной, ты, которому неугодна всякая неправда, когда придет тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их, и ты, блаженный лабрентик Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, все связи земли и расистей, развейте силы молитв своих обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и поздние, насадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая, все хотения врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, стой нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих пакостное, творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающей меня от всякого зла и тяжких обстояний. милосердный милосердный господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский, мстил врагам своим молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням охазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил бездны, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвой пророка твоего Даниила, заграждал уста льву по рву, и ныне задержи, и замедли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих, не ты ли, вещал апостолу Павлу, говори, не умолкай, на мя, на мя, на мя, божьи, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих, молитв, сдерживающие нашествие на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий ели египетский, никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним, и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный отче попли сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона, державший неподвижным и немогущим тени, днем, ни ночью, ныне окрест теле моей, и дома моего, сего удержи, за обрадую его, вся сопротивная силы, и всех улящих имя Божие, и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силой молитвы, остановившая движение, шедших погубить, жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего, и погубить не допускай им приближаться к дому сему, останови их силы молитвы своей. Господи, Судья Вселенной, ты, которому не угодно всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их, и ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, да оградит он мя от козни сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, всесвяти земли и расистей, развейте силы молитв своих обо мне, все бесовские чары, все дьявольские замыслы и поздние, досадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий и грозный страже архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая всех оттенев врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих в пакостное творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты, некогда устами служителя Моисея Иисуса Новина, задерживал целый день в движении солнца и луны, израильский, мстил врагам своим, молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их, да некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням охазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило, да некогда устами пророка Иезекииля, затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды, и ты, никогда постом и молитвою пророка, твоего, Даниила, заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и замедли до благовремения, все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих, не ты ли, увещал апостолу Павлу, говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел Твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы, молитвенницы, Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих, молитв, сдерживающие нашествие на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий, ели египетский, некогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господнем, и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный отче, поплий сирийский, некогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона, державший неподвижным, и немогущим идти ни днем, ни ночью, ныне окрест теле моей, и дома моего, всего удержи, за обрадую его, вся сопротивная силы, и всех улящих имя Божие, и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силой молитвы, остановившая движение шедших погубить, жителей той деревни, где жила ныне приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей. Господи, судья вселенной, ты, которому неугодна всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их, и ты, блаженный Лабрентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждущих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, все связи земли расистей, развейте силы молитв своих обо мне, все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни, досадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая всех оттеней врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих в пакостное творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский, мстил врагам своим, молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророку Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням охазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил грязный, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвы пророка твоего Даниила, заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и заметли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих, не ты ли увещал апостолу Павлу, говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели некогда силою своих молитв, сдерживающие нашествия на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий ели египетский, некогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем господним, и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный отче попли сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона, державший, неподвижным и немогущим идти, ни днем, ни ночью, ныне окрест теле моей, и дома моего, сего удержи, за обрадую его, вся сопротивная силы, и всех улящих имя Божие, и презирающих мя, и ты, преподобная, девственница пиама, некогда силою молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силою молитвы своей. Господи, судья вселенной, ты, которому неугодна всякая неправда, когда придет тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их. И ты, блаженный, Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать о страждающих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских. И ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы запрещения над нападающими на мя, и отжини все козни дьявольские от меня, и вы, всесвяти земли расистей, развейте силы молитв своих обо мне, все бесовские чары, все дьявольские замыслы и поздние. Досадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий, и грозный, страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая, все хотения врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих пакостное, творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский мстил врагам своим, молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их, да некогда вещал пророку Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням охазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило, да некогда устами пророка Иезекииля, затворил бездны, останавливал реки, задерживал воды, и ты, некогда постом, и молитвою пророка, твоего Даниила, заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и замедли, до благовремения, все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения, и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих, не ты ли, увещал апостолу Павлу, говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы, молитвеницы Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих молитв, сдерживающие нашествие на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий, ели египетский, никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним, и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный отче поплий сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона, державший неподвижным и немогущим тени днем, ни ночью, ныне окрест теле моей, и дому моего, сего удержи, за оградую его вся сопротивная силы, и всех улящих имя Божие, и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пьяма, некогда силой молитвы, остановившая движение шедших погубить, жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей. Господи, судья вселенной, ты, которому неугодна всякая неправда, когда придет тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их, и ты, блаженный, лабрентий калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, всесвяти земли расистей, развейте силы молитв своих, обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни, досадите мне, и погубите мя, и достояния мя, и ты великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая всех оттеней врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих в пакостное творите мне, воистину некой ей преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский мстил врагам своим молитвой Елисеев, пророка некогда поразил Сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророку Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля, затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвы пророка твоего Даниила, заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и замедли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих не ты ли вещал апостолу Павлу, говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для влечения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели некогда силой своих молитв, сдерживающие нашествие на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий ели египетский, некогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господнем, и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный отче, поплий сирийский, некогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона, державший, неподвижным, и немогущим идти ни днем, ни ночью, ныне окрест теле моей, и дома моего, сего удержись за оградую его вся сопротивные силы, и всех улящих имя Божие, и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силой молитвы, остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанно не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего, и погубить имя, не допускай им приближайтесь к дому сему, останови их силой молитвы своей, Господи, Судья Вселенной, ты, которому не угодно всякая неправда, когда придет тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их, и ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать постраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, все связи земли расистей, развейте силу молитв своих обо мне, все бесовские чары, все дьявольские замыслы и поздние, досадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая, все хотения врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, твой нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих пакостное творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский, устил врагам своим, молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням охазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил бездны, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвы пророка твоего Даниила, заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и замедли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих, не ты ли, увещал апостолу Павлу, говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведнице и молитвеннице Божией, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих, молитв, сдерживающие нашествие на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий ели египетский, никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господнем, и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный отче поплий сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона, державший, неподвижным, и немогущим идти, ни днем, ни ночью, ныне окрест теле моей, и дома моего, сего удержись, оградую его, вся сопротивная силы, и всех улящих, имя Божие, и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силой молитвы, остановившая движение, на том месте, где постигнет их, и ты, блаженный, лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя, от козней сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, все связи земли расистей, развейте силу молитв своих, обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и поздние, досадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая, все хотения врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, твой нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих в пакостное творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающей меня от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский мстил врагам своим молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их, да некогда вещал пророку Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням охазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило, да некогда устами пророка Иезекииля, затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды, и ты, никогда постом и молитвою пророка твоего Даниила, заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и замедли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих, не ты ли, увещал апостолу Павлу, говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел Твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам праведницы молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели некогда силою своих молитв, сдерживающие нашествия и наплеменников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий ели египетский, никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господнем, и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв Твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный отче попли сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона, державший неподвижным, и немогущим идти, ни днем, ни ночью, ныне окрест теле моей, и дома моего, всего удержись за оградуя его, вся сопротивная силы, и всех улящих имя Божие, и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силой молитвы, остановившая движение, шедших погубить, жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих, хотящих, изгнать из града сего, и погубить им, не допускай им, приближайтесь к дому сему, останови их силу молитвы своей, господи, судья вселенной, ты, которому не угодно всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их, и ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от кознь дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от кознь сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, всесвяти земли расистей, развейте силу молитв своих обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни, досадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая все хотения врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимость иной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих в пакостное творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский, мстил врагам своим, молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвы пророка, твоего Данила, заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и замедли до благовремения, перемещений, увольнений, смещений, изгнаний, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих, не ты ли увещал апостолу Павлу, говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердце всех противоборствующих благу и достоинству церкви Христовой, по этому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведнице и молитвеннице Божией, наши дерзновенные предстатели некогда силу из своих молитв, сдерживающие нашествие на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий, ели египетский, никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, дороги молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования. и ты, преподобный отче попли сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона, державший неподвижным и немогущим тени, днем, ни ночью, ныне окрест тени, 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 не допускай им приближаться к дому сему, останови их силы молитвы своей, господи, судья вселенной, ты, которому неугодна всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их, и ты, блаженный, лаврентий калужский, моли бога о мне, как имеющий дерзновение пред господом предстательствовать остраждующих от козни дьявольских, моли бога о мне, да оградит он мя от козни сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, всесвяти земли расистей, развейте силы молитв своих, обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни, осадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая, всех оттеней врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих побубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемое нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих пакостное творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла, и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский, мстил врагам своим, молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда обещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней по ступеням охазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля, затворил бездны, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом, и молитвой пророка, твоего Даниила, заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и заметли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хвылищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих, не ты ли, увещал апостолу Павлу, говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели некогда силою своих молитв, сдерживающие нашествие на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий, ели египетский, никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господнем, и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный отче поплий сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона, державший неподвижным, и немогущим идти, ни днем, ни ночью, ныне окрест теле моей и дому моего, сего удержи, за обрадую его, вся сопротивная силы, и всех уличах, имя Божие, и презирающих мя, и ты, преподобная девственница, пиама, некогда силой молитвы, остановившая движение, шедших погубить, жители той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей. Господи, Судья Вселенной, ты, которому неугодна всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их. И ты, блаженный, Лабрентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских. И ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, все связи земли расистей, развейте силы молитв своих, обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и поздние, досадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий, и грозный страже, архи- архи-стратиже Михаиле, огненным мечом посекая, все хотения врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих в пакостное творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты, некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движений солнца и луны, доколе народ израильский мстил врагам своим молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты, некогда, вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням охазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты, некогда, устами пророка Иезекииля, затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды, и ты, некогда постом и молитвою пророка, твоего Даниила, заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и заметли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих, не ты ли, вещал апостолу Павлу, говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла. смягчи сердце всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы, молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих, молитв, сдерживающие нашествия на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный Великий Ели Египетский, некогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним, и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный Отче Поплий Сирийский, некогда своей непрестанной молитвы десять дней, демона, державший, неподвижным, и немогущим идти, ни днем, ни ночью, ныне, окрест, теле моей, и дома моего, всего удержи, за обрадую его, вся сопротивная силы, и всех улящих, имя Божие, и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силою молитвы остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего, и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силою молитвы своей. Господи, Судья Вселенной, ты, которому неугодна всякая неправда, когда придет тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их. И ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать постраждующих от козни дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козни сатанинских. И ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, всесвяти земли расистей, развейте силу молитв своих обо мне, все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни, посадите мне, и погубите мя, и достояния мя, и ты, великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая, все хотения врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих пакостно творите мне, воистину некой ей преградой и нерушимой стеной, ограждающей меня от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты, некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день в движении солнца и луны, израильский, устил врагам своим, молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их, да некогда вещал пророку Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням охазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило, да некогда устами пророка Иезекииля, затворил бездны, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвою пророка твоего, Даниила, заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и замедли до благовремения, все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих мя, и на врагов моих, не ты ли увещал апостолу Павлу, говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели некогда силою своих молитв, сдерживающие нашествие на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий, ели египетский, некогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господнем, и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный отче поплий сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона, державший, неподвижным, и немогущим идти, ни днем, ни ночью, ныне окрест теле моей, и дома моего, сего удержи, запоградую его вся сопротивная силы, и всех улящих имя Божие, и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силой молитвы, остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего, и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей, Господи, Судья Вселенной, ты, которому неугодна всякая неправда, когда придет тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их, и ты, блаженный Лавренти Калужский, моли Бога мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждающих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и отжини все козни дьявольские от меня, и вы, все связи земли расистей, развейте силу молитв своих, обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и поздний, досадите мне, и погубите мя, и достояния мя, и ты, великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая, всех оттеней врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, стой нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих пакостно творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский мстил врагам своим молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их, да некогда вещал пророк Исаий, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням охазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило, да некогда устами пророка Иезекииля, затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом и молитвы пророка, твоего Даниила, заграждал уста уста львов во рву, и ныне задержи, и замедли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих не ты ли увещал апостолу Павлу, говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели некогда силою своих молитв, сдерживающие нашествия и наплеменников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий ели египетский, никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господнем, и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования, и ты, преподобный отче, поплий сирийский, никогда своей, непрестанной молитвой, десять дней, демона, державший, неподвижным, и немогущим, ни днем, ни ночью, ныне окрест теле моей и дому моего, сего удержи, запоградую его вся сопротивная силы и всех улящих имя Божие и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силой молитвы, остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где жила ныне приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей. Господи, судья вселенной, ты, которому неугодна всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, ты, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать о страждающих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы и запрещения над нападающими на мя, и от жени все козни дьявольские от меня, и вы, все связи земли расистей, развейте силы молитв своих, обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и поздние, досадите мне, и погубите мя, и достояния мое, и ты, великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая, все хотения врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, не напрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих пакостное творите мне, воистину некой преградой, и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла, и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты, некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день движения солнца и луны, доколе народ израильский мстил врагам своим молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты, некогда вещал пророка Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням охазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты, некогда устами пророка Иезекииля, затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды, и ты, некогда постом и молитвою пророка твоего Даниила, заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и замедли до благовременья все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих не ты ли увещал апостолу Павлу, говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы, молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих, молитв, сдерживающие нашествие на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий ели египетский, некогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем господним, и не бояться отныне демонских искушений. Огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования. И ты, преподобный отчий попли сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней, демона, державший, неподвижным, и немогущим идти, ни днем, ни ночью, ныне окрест теле моей, и дома моего, сего удержи, за обрадую его, вся сопротивная силы, и всех мулящих, имя Божие, и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силою молитвы, остановившая движение, шедших погубить жителей той деревни, где желанный не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего, и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силою молитвы своей. Господи, судья вселенной, ты, которому неугодно всякая неправда, когда придет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их, и ты, блаженный, лаврентий калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козней дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козней сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы запрещения над нападающими на мя, и отжени все козни дьявольские от меня, и вы, всесвяти земли расистей, развейте силы молитв своих, обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни, насадите мне, и погубите мя, и достояния мя, и ты, великий, и грозный, страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая, всех оттеней врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих в пакостное творите мне, воистину некой ей преградой и нерушимой стеной, ограждающими от всякого зла и тяжких обстояний. Милосердный Господи, ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Новина, задерживал целый день в движении солнца и луны, доколе народ израильский мстил врагам своим молитвой Елисеев, пророка некогда поразил сириан, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророку Исаии, вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которую прошла по ступеням охазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля, затворил грезды, останавливал реки, задерживал воды, и ты некогда постом, и молитвы пророка твоего Даниила, заграждал уста львов во рву, и ныне задержи, и замедли до благовлемения все замыслы вокруг стоящих мя, о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулищих и унижающих мя, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, и на врагов моих, не ты ли, увещал апостолу Павлу, говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для влечения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнится вся благое начинание нашей и желание к вам, праведницы, молитвеницы Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих, молитв, сдерживающие нашествие на племенников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь с молитвой моей, с моим прошением, и ты, преподобный великий, ели египетский, никогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним, и не бояться отныне демонских искушений, огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения, и всякого зла, и страхования. И ты, преподобный отче, поплий сирийский, никогда своей непрестанной молитвой десять дней демона, державший неподвижным и немогущим тени днем, не ночью, ныне окрест теле моей, и дома моего, сего удержи, запоградую его вся сопротивная силы, и всех улящих имя Божие, и презирающих мя, и ты, преподобная девственница пиама, некогда силой молитвы, остановившая движение шедших погубить, жителей той деревни, где желанны не приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать имя из града сего и погубить имя, не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей. Господи, судья вселенной, ты, которому неугодно всякая неправда, когда придет тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их, и ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать остраждующих от козни дьявольских, моли Бога о мне, да оградит он мя от козни сатанинских, и ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы запрещения над нападающими на мя, и от жени все козни дьявольские от меня, и вы, все святи земли расистей, развейте силы молитв своих, обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни, досадите мне, и погубите меня, и достояния мое, и ты великий, и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекая, все хотения врага рода человеческого, и всех приспешников его, хотящих погубить мя, той нерушима на страже дома сего, всех живущих в нем, и всего достояния его, и ты, владычице, ненапрасно именуемая нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня, и замышляющих в пакостное творите мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающей меня от всякого зла и тяжких обстояний.